В тот день, который войдет в историю как один из самых загадочных в научном сообществе, профессор Джеймс Харпер, известный своими передовыми исследованиями в области квантовой физики, исчез без следа. Это случилось в лаборатории во время одного из самых амбициозных экспериментов его карьеры – проекта телепортации. Коллеги профессора, присутствующие в лаборатории, вспоминают, как все начиналось как обычно. Харпер с энтузиазмом и уверенностью готовил оборудование и проверял все расчеты. Система была запущена, и воздух в лаборатории начал слегка вибрировать. Однако через несколько мгновений все начало идти не так, как планировалось. Внезапные вспышки света и странные звуки наполнили комнату. Свидетели описывали это как нечто похожее на электрический шторм, хотя все происходило в закрытом помещении. Затем последовала тишина. Профессор Харпер исчез, и никто из присутствующих не мог поверить своим глазам. Где он был в то время, оставалось загадкой. Пока специалисты пытались понять, что пошло не так, лаборатория была закрыта для расследования. Осталась только неясная запись последних слов Харпера, едва различимых на записи из-за помех. Я вижу, невероятные. Эти слова стали ключом к разгадке его исчезновения. Спустя долгое время после событий того дня, многие задавались вопросом, что же увидел профессор в эти последние моменты и куда он был перенесен. Тайна стала настоящей головоломкой для научного сообщества, побуждая их искать ответы на вопросы, возникающие из этого странного исчезновения. Телепортация, одна из самых интригующих концепций научной фантастики, давно захватила умы ученых. Основная идея заключается в мгновенном перемещении объектов или людей из одного места в другое без физического преодоления расстояния. Проект, над которым работал профессор Харпер, предполагал использование квантовой запутанности, феномена, при котором частицы остаются взаимосвязанными, независимо от расстояния между ними. Если теория верна, телепортация могла бы открыть невероятные возможности для человечества. Профессор Харпер, как ведущий специалист по квантовой физике, многими считался пионером в этом направлении. Его исследования базировались на принципах, которые раньше рассматривались как чисто теоретические. Он ставил себе цель не просто телепортировать объекты, но и изучить, как это может изменить мир. Профессор развивал проект в условиях строжайшей секретности, что добавляло неизвестности и интриги. Многие его коллеги были уверены, что он на пороге важного открытия. За годы исследований Харпер создал уникальное оборудование, основанное на его запатентованных разработках. Это оборудование представляло собой сложную систему генераторов и детекторов, способных фиксировать квантовые изменения на субатомном уровне. В день исчезновения профессор был готов к финальной фазе эксперимента, первому успешному перемещению живого объекта. Несмотря на все меры предосторожности, что-то пошло не так. Оборудование, как утверждали свидетели, работало без сбоев до последнего момента. Однако после запуска начались хаотичные изменения, которые невозможно было предсказать. Миг и профессор исчез, словно его просто стерли из реальности. Попытки восстановления данных из оборудования показали, что то, что произошло, было далеко за пределами понимания современного мира. Вопросов становилось больше, чем ответов. Загадка телепортации и ее таинственный провал продолжали волновать умы не только ученых, но и всех, кто следил за этой историей. Год за годом шел, и профессор Джеймс Харпер оставался в списке пропавших без вести. Однако, спустя два десятилетия, как гром среди ясного неба, он вернулся. Появление профессора вызвало переполох. Он выглядел так же, как и в день исчезновения. Ни следа старения, ни малейшего намека на прошедшие годы. Скептики утверждали, что это мог быть обман, но когда ученые провели медицинские и генетические тесты, их результаты подтвердили, это действительно Харпер, и его физиологический возраст действительно не изменился. Профессор выглядел так, будто его изъяли из времени. Его тело не проявляло никаких признаков преждевременного старения или иных аномалий. Остается загадкой, как он смог избежать естественного процесса старения. Медики и биологи недоумевали, ведь подобное противоречило всем известным законом природы. Ключом к разгадке становилась его уверенность и спокойствие. Харпер утверждал, что все это время он провел в месте, где время течет иначе. Однако одна из самых интригующих деталей его возвращения была записка, принесенная с того мира, который он нашел. Она содержала неопровержимые доказательства, что профессор провел эти годы в исследовании другой планеты. Этот факт бросил вызов многим научным догмам. И хотя многим было сложно поверить в подобное, сами данные заставляли задуматься о том, что за 20 лет Харпер действительно сделал нечто невозможное. Современные технологии тщательно изучали его исследования с новыми ресурсами и живыми существами из той планеты. И это открывало перед человечеством невероятные перспективы. Записка, которую профессор Харпер принес с собой, стала настоящей сенсацией. На старой пожелтевшей бумаге его размашистым почерком были описаны невероятные открытия. В своих записях Харпер утверждал, что нашел планету, покрытую обширными лесами и величественными горами. Но самое удивительное – это количество неизведанных ресурсов, которые могли революционизировать нашу цивилизацию. Он описывал непривычные минералы, излучающие мягкое свечение, и кристаллы, которые, казалось, хранили в себе неисчерпаемую энергию. Эти материалы, по его словам, могли бы стать основой для технологий, о которых раньше можно было только мечтать. Кроме ресурсов, Харпер привел описание множества живых существ, которые вызывали у него восхищение и страх. Он упоминал о существах, обладающих яркими цветами и хищных, но в то же время поразительно умных. Их поведение, как описывал профессор, напоминало сложные социальные структуры, неизвестные биологам Земли. Записка также содержала рисунки, запечатлевшие детали флоры и фауны. Каждое изображение свидетельствовало о беспрецедентном биоразнообразии. Информация, содержащаяся в записке, вызвала волнение в научных кругах. Появились гипотезы об альтернативной эволюции и о том, как эти существа могли бы изменить наше понимание жизни. Многие видели в находках Харпера не только научный интерес, но и возможные решения для множества проблем, с которыми сталкивается человечество. Однако эти открытия не давали ответа на главный вопрос. Каким образом профессор обнаружил эту планету и как ему удалось вернуться обратно? Тайна оставалась неразгаданной, обещая новые откровения и приключения. Исследования профессора Харпера на неизведанной планете открыли совершенно новый мир. Эта планета, по его описанию, была полна загадок, которые ждали своей разгадки. Первое, что поразило его, были странные формы жизни, напоминающие как земных животных, так и нечто совершенно иное. Эти существа обладали способностью адаптироваться к различным условиям невероятно быстро, что ставило в тупик даже самых опытных биологов. Одни из них были похожи на ярких бабочек, но с интеллектом, который шокировал своей сложностью. Они строили сложные структуры из местных минералов, которые излучали мягкий свет в ночное время. Но самое поразительное открытие заключалось в природных ресурсах этой планеты. Харпер обнаружил редчайшие минералы, которые на Земле ценились бы на вес золота. Эти минералы обладали уникальными свойствами, такими как способность к самовосстановлению и хранению энергии, которая казалась безграничным. Харпер предполагал, что они могут стать новым источником энергии, решающим энергетические проблемы Земли. Среди древесных массивов профессор наткнулся на странные кристаллы, которые, как он считал, были причиной местных легенд. Они пульсировали энергией, и их сияние можно было увидеть даже сквозь густую листву. Эти кристаллы, по мнению Харпера, могли ускорить развитие технологий на Земле на десятилетия вперед. На плантации, окруженной высокими деревьями, он заметил растения, которые говорили на языке науки, неизвестном прежде. Харпер утверждал, что здесь он нашел лекарственные растения, которые могли бы стать основой для новых медицинских прорывов. Каждое открытие Харпера привносило новое понимание о том, как жизнь может развиваться в условиях, невероятно чуждых земным. Но кроме восхищения, это вызывало и множество вопросов. Как такая планета осталась неизвестной? Каким образом профессор смог выжить в условиях, которые могли быть смертельными для человека земного происхождения? Ответы были где-то там, на границе между известным и неизвестным, оставляя пространство для дальнейших исследований и открытий. Исследования профессора Харпера на таинственной планете открыли перед нами уникальные возможности, способные изменить жизнь на Земле до неузнаваемости. Одним из его самых поразительных стали минералы с невероятными свойствами. Эти материалы могли восстанавливаться самостоятельно и сохраняли энергию, которая казалась бесконечной. Харпер полагал, что такие минералы могут стать новым источником энергии, способным решить многие мировые энергетические проблемы, заменив традиционные ресурсы и предоставив человечеству возможность перейти на новый уровень технологического развития. Кроме минералов, профессор обнаружил редкие кристаллы, которые не только излучали энергию, но и обладали свойством усиливать ее. В естественных условиях их сияние было настолько интенсивным, что его можно было заметить издалека. Харпер предполагал, что интегрировав эти кристаллы в существующие технологии, человечество сможет создать более эффективные энергетические системы, которые будут в разы мощнее нынешних. Это открытие могло бы ускорить прогресс в области энергетики на десятилетия вперед, открывая перед нами раскрепощенные горизонты для исследований и инноваций. Кроме того, флора планеты, с которой познакомился Харпер, была богата различными растениями, обладающими уникальными лечебными свойствами. Профессор записал множество новых видов, которые могли бы стать основой для разработки новых лекарственных препаратов. Эти природные лекарства могли бы не только лечить известные болезни, но и предотвращать их, предлагая новые пути лечения, которые раньше казались невозможными. Каждая из открытий Харпера на этой планете предлагала невероятное разнообразие возможностей для использования на Земле. Однако, помимо радости от новых перспектив, оставалось еще множество вопросов. Как такие уникальные ресурсы могут быть использованы на благо человечества? И что еще скрывает планета, открытая профессором Харпером в своих недрах? Эти идеи открывают новую главу в нашей истории, где исследования и инновации переплетаются с огромными перспективами. Во время своих исследований профессор Харпер столкнулся с поразительными живыми существами, которые стали настоящей сенсацией в научных кругах. Эти создания, совершенно не похожие на земных представителей фауны, вызвали волну дискуссий о возможной альтернативной эволюции. Одним из самых удивительных представителей местной фауны стали обитатели водоемов – полупрозрачные существа, обладающие способностью менять структуру своих тел в ответ на внешние раздражители. Они могли принимать форму, которая способствовала быстрому перемещению или защите от хищников, демонстрируя удивительную пластичность. Не менее удивительными были существа, живущие на поверхности планеты. Некоторые виды напоминали земных насекомых, но их поведение поражало своей сложностью. Они активно взаимодействовали в группах, демонстрируя организованность и социальные структуры, которые ранее не наблюдались в животном мире. Это заставило ученых предположить возможность наличия у этих существ примитивной формы интеллекта, основанной на коллективной координации. Кроме того, профессор описывал странных летающих существ, покрытых яркими перьями, которые могли светиться в темноте. Эти создания, по его словам, образовывали сложные формации в воздухе, что напоминало танцы под музыку, которая была не слышна человеку. Такое поведение могло свидетельствовать о наличии у них сложной коммуникационной системы, еще не изученной учеными. Биоразнообразие планеты, на которой оказался Харпер, подрывало основы нашего понимания эволюции, предлагая новый взгляд на развитие жизни. Его записи и зарисовки вызывали благоговейный трепет среди биологов, которые мечтали изучить эти уникальные виды в лабораторных условиях. Открытия Харпера предлагали новаторские идеи для будущих исследований, предоставляя шанс увидеть эволюцию сквозь новую призму. Но, несмотря на все эти открытия, оставался вопрос, насколько глубоко связаны между собой эти виды и что скрывает их экосистема. Ответы на эти и другие вопросы открывали дверь в новое, неизведанное будущее. Вернувшись на Землю спустя 20 лет, профессор Джеймс Харпер принес с собой не только невероятные открытия, но и осознание цены, которую ему пришлось заплатить за эти годы. Время, проведенное в иной реальности изменило его восприятие мира и жизни. Профессор осознал, что в его отсутствии мир изменился, а научное сообщество шагнуло вперед, открывая новые горизонты. Однако его исследования на неизвестной планете ознаменовали настоящий прорыв для науки, и это было его главным достижением. Харпер, не изменившись внешне, внутренне стал другим человеком. Он видел то, что никогда не мог бы увидеть на Земле, и это укрепило его веру в возможности науки. Вернувшись, он столкнулся с потерей личных связей, ведь за два десятилетия многие из его коллег и друзей ушли, а новые поколения ученых не знали о его достижениях. Это чувство изоляции стало одним из самых тяжелых испытаний, с которыми ему пришлось справиться. Зато Харпер приобрел уникальный опыт и знания, которые позволили его исследованиям оцениваться как бесценный вклад в науку. Его открытия предлагали ответы на множество вопросов, которые оставались загадкой для человечества. Ресурсы и биологическое разнообразие той планеты могли стать основой для новых технологий и медицинских достижений, предлагая потенциал для перемен в самых различных областях науки. Несмотря на трудности, с которыми он столкнулся, Харпер понимал, что его жертвы были не напрасны. Он открыл окно в новый мир, где возможности казались безграничными. Его история стала вдохновением для многих, побуждая новое поколение ученых исследовать неизвестные и не бояться границ. Таким образом, профессор Харпер не открыл новую главу в науке, но и вдохновил человечество стремиться к новым высотам. В попытке раскрыть тайну 20 лет, которые профессор Харпер провел на неизвестной планете, мы сталкиваемся с более глубокими вопросами о его выживании и адаптации в совершенно чужеродной среде. Свидетельства самого Харпера, как и детали его исследований, частично проливают свет на эту загадку. Время на планете, где он оказался, текло иначе. Это позволило ему не утратить годы и сохранить свою молодость. Харпер отмечал, что благодаря необычным условиям он смог адаптироваться к жизни там, постепенно осваивая природные особенности и возможности планеты. Одна из ключевых загадок – как ему удалось обеспечить себя всем необходимым, чтобы остаться в живых. Условия на планете были чужды человеческому существованию, но профессор был достаточно находчив. Он применил свои научные знания, чтобы использовать ресурсы планеты. Например, питался неведомыми до этого организмами, которые, как оказалось, могли поддерживать его жизненные силы. Эти существа обладали удивительными питательными свойствами, которые позволили ему укрепить свое здоровье и выжить в тех условиях. Харпер импровизировал, используя местные минералы и ресурсы для создания укрытий и необходимых приспособлений. Но более интригующим остается вопрос о том, как он смог вернуться обратно на Землю после столь долгого пребывания на планете. Харпер указывал на некий портал или одну из так называемых природных аномалий, через которую он смог переместиться обратно. Его возвращение заставило задуматься о возможности существования таких межпространственных переходов и их роли в изучении других миров. В конечном итоге, несмотря на прошедшие годы и потери, Харпер принес человечеству знания, которые могут открыть перед нами новые горизонты. Его история – это не только пример невероятной выносливости и адаптации, но и возможность открыть новую страницу в изучении космоса и поиска новых миров. Появление загадочной планеты, открытой профессором Харпером, положило начало новому этапу в истории человечества. Его открытия создают новые горизонты не только для науки, но и для всей цивилизации. Вопросы, которые ставит перед нами эта планета, требуют немедленного внимания и мобилизации всех ресурсов. Минералы с уникальными свойствами и живые существа, обитающие там, могут открыть путь к научным достижениям, которые многие считали недосягаемыми. Исследования Харпера открывают невероятные возможности для использования неизведанных ресурсов, которые имеют потенциал изменить мировую экономику и промышленность. Эти функции и свойства заставляют планету рассматривать как возможный новый дом для человечества, особенно в условиях исчерпания земных ресурсов. Создание более эффективных энергетических систем, использование природных лекарств – все это может стать основой для новой эры технологий и медицины. Появление новых видов существ ставит перед учеными серьезные задачи. Эволюция, о которой мы мало знали, ставит под сомнение наше понимание жизни и взаимодействия экосистем. Изучение этих видов может стать ключом к новым биологическим технологиям и пониманию нашего места во Вселенной. Комбинация всех этих факторов побуждает мировое сообщество к активному изучению и исследованию нового мира. Перед человечеством стоят уникальные вызовы – от создания безопасных методов изучения до решения этических вопросов, связанных с вмешательством в чужую экосистему. Потенциал, открывшийся благодаря профессору Харперу, требует от каждого из нас готовности к переменам и способности адаптироваться. Мир стоит на пороге нового века научных достижений, и лишь время покажет, какие открытия и что ждет нас впереди. Но одно можно сказать с уверенностью. Благодаря открытию Харпера, человечество имеет шанс шагнуть за пределы известных границ, открывая новую страницу своей истории.